Губернатор Андрей Чибис в Великом Новгороде принял участие в семинаре-совещании для подготовки к заседанию Президиума Госсовета о развитии рынка труда в России. Что предложить президенту на Госсовете по развитию рынка труда? Этот вопрос обсудили на семинаре в Новгороде. Участники предстоящего заседания были разбиты на рабочие группы. Задача прийти к консолидированному мнению по широкому кругу вопросов. У нас в целом по стране рекордно низкая безработица. Есть ряд регионов Северного Кавказа, Сибирского федерального округа, там где еще безработица высокая. Поэтому когда мы сейчас говорим о проблемах рынка труда, это как раз среди задач использовать те внутренние ресурсы, которые есть на рынке труда. Это отдельные регионы, отдельные группы населения, молодежь, молодые мамы, люди предпенсионного возраста, люди с ограничениями по возможностям. Надо сделать так, чтобы у них, если они сами того хотят, была возможность пойти работать, реализовывать себя, получать достойную зарплату. В подготовительном совещании приняли участие члены президиума Госсовета, правительства, эксперты, члены образовательных и научных организаций, главы российских компаний и представители бизнес-сообщества. В том числе глава нашего региона Андрей Чибис, который принял участие в группе по малому и среднему предпринимательству. Сегодня обсуждается важнейшая тема, какие кадры, сколько их нужно и в какой срок. У нас ситуация в Мурманской области, она соответствует общим российским трендам. У нас очень низкий уровень безработицы, он снижается, он ниже среднероссийского уровня. Но при этом 2,5 тысячи безработных и 22 тысячи вакансий. 22 тысячи вакансий. И с учетом тех новых проектов, которые мы сегодня реализуем при поддержке президента, конечно, количество квалифицированных людей, потребность в этих людях, она растет в геометрической прогрессии. Чтобы преодолеть этот дефицит, в регионе запущена перезагрузка профобразования. Создан новый Мурманский арктический университет. Задача ВОЗа – готовить кадры для проектов, которые сегодня реализуются в российской Арктике. Еще один блок – это профориентация в школах. Крупные промышленные компании готовят себе смену со школьной скамьи, финансируя и мотивируя. Создаются профильные классы, откуда учащиеся идут дальше, отметил губернатор. Еще один блок, который мы запустили в этом году – это привлечение на север людей. У нас это одна из самых важных задач дополнительных, потому что столько людей, сколько нам нужно, профессиональных, просто такого количества людей не живет в Мурманской области, да и в Арктике как таковой. И курс на север, проект, который мы запустили, вот мы два месяца работы, уже привлечено более 37 педагогов, два месяца работы проекта, 37 педагогов и огромные, почти 60 врачей. Медработников обеспечивают служебным жильем или компенсируют оплату аренды, и это не считая единовременных поддерживающих выплат. Возможно, опыт нашего региона пригодится и другим участникам семинара, а выработанные в группах предложения позволят сохранить тенденцию по снижению уровня безработицы в стране, подытожил Андрей Чибис. Продолжение следует...